Министр труда и соцзащиты населения Тамара Двиченова рассказала, сколько россиян трудоустроено в Казахстане. По ее словам, сфера услуг оказалась самой популярной среди тех, кто изъявил желание трудоустроиться. На сегодня 22,5 тысячи граждан России у нас работают на территории Казахстана и отчисляют пенсионные взносы. Из них трудоустроили с начала 2022 года 8 тысяч человек. По каким отраслям? В основном они пришли на сферу услуг, это 72%, 16% это промышленность, около 9% это строительство и 2% сельскохозяйство. Профессии, согласно того, по каким отраслям, сразу видно, что это первые бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, продавцы, есть лица, которые занимаются перевозками, водители. Вот примерно вот этот топ. Как пояснила министр, россиянам не требуется разрешение на работу, как это нужно для граждан и стран, не входящих в ЕАЭС. Я говорила, что мы с Россией находимся в евразийском сообществе. У нас есть договор. Человек, который прибывает сюда, может без разрешения трудоустраиваться в казахстанской любой компании. Да, они могут сначала быть на временном пребывании, а далее могут в зависимости от трудового договора. Если это самый труд, вид на жительство, это уже его право. Его право. Это право человека. Мы не говорим, что вы должны там постоянно проживать в Казахстане или обязательно брать на вид на жительство. Должен быть зарегистрирован. Министр труда заявила, что бояться влияния потока мигрантов из России на национальный рынок труда не стоит. Если, значит, приходит у нас квалифицированный работник, от этого не стоит бояться. Весь мир, он открыт. Сейчас все, значит, мигрируют. Специалисты едут с одной стороны на другую. Поэтому сказать, что нужно бояться трудоспособных, квалифицированных людей, я бы, значит, считала, что от этого не надо бояться. Отлично. Депутаты прокомментировали вопрос продвижения русского языка. Дело в том, что президент Казахстана Тукаев на неформальной встрече глав республик, входящих в Содружество независимых государств, предложил создать международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. По крайней мере, об этом на неформальном саммите в Санкт-Петербурге заявил российский президент Путин. Россия, по его словам, поддерживает предложение президента Казахстана и со своей стороны будет делать все для скорейшего воплощения его инициативы в жизнь. Но Аккорда об этом не сообщает. «Я не вижу здесь большой политики. Но если от этого предложение будет угроза стране, я первым выступлю против». Он сказал Путину, что ореол языка в Узбекистане, Азербайджане и Туркменистане не так широк, как в Казахстане. Согласно Конституции, государственным языком в Казахстане является казахский. У русского языка статус официальный. В Казахстане наблюдается снижение суточного прироста пациентов с COVID-19. 10 октября в стране выявили 26 случаев заболевания КВИ. По данным Минздрава Казахстана, по состоянию на 11 октября лечение от коронавируса получают 1029 человек. Из них в стационарах находится 111 пациентов, на амбулаторном лечении – 918. При этом стоит отметить, что по последним данным в тяжелом состоянии находится 4 человека. Также 4 пациента пребывают в состоянии крайней степени тяжести, и на аппарате искусственной и вентиляции легких находится 2 человека. К слову, Япония сняла COVID-ограничения на въезд, в том числе отмена требования о получении виз для туристов из стран, с которыми у Японии действуют соглашения о безвизовом режиме. Также теперь иностранцы снова могут путешествовать по стране в индивидуальном порядке, а не в составе туристических групп, сообщает портал РБК. Кроме этого, отменяется лимит на въезд в Японию – до 50 тысяч человек в день. Также для въезжающих в страну отменили требование проходить тест на COVID и карантин, если они вакцинировались не менее трех раз. Шесть лет лишения свободы запросил прокурор для экс-министра здравоохранения Елжана Бертанова. Кроме этого, сторона обвинения в ходе судебных приемий потребовала для его бывшего зама Олжаса Абишева пять лет тюрьмы. Их обвиняют в преступлении, совершенном по статье 361 части 4 пункта 3 Уголовного кодекса Республики «Злоупотребление должностными полномочиями». Прокурор, кроме тюремного срока в Учреждении уголовно-исполнительной системы среднего уровня безопасности, требует пожизненно лишить обвиняемых право занимать различные должности на госслужбе и лишить Бертанова награды Ордена Курмет. По мнению обвинителя, подсудимые также должны выплатить 1,548,136,575 тенге ущерба в равных долях и взыскать с Бертанова 2,503,721 тенге, затраченных на использование борта санавиации. Приняя сторон в суде продолжится в четверг, 13 октября. 11 октября в Уральске должно было пройти судебное заседание по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца посёлка Фёдоровка Теректинского района Максима Яковченко, которому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело было рассмотрено в городском суде, но на главное судебное слушание обвиняемый не явился по неизвестным причинам. Напомним, что мужчину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса – разжигание межнациональной розни и сепаратизм. Судья огласила решение о том, что гражданина Яковченко 14 октября приведут в зал суда принудительно. Уголовное дело удовлетворить, вынести постановление о принятом приводе подсудимого Яковченко Максима Владимировича, обеспечение привода возложить на департамент полиции Западной Костанской области, обеспечить явку подсудимого, постановление сюда направить для исполнения данного органа. В Ак-Тубе новые субъекты бизнеса не могут получить тех условий на подключение к сетям газоснабжения, а из-за дефицита голубого топлива заморозили проект по производству кирпичей. Это только один из проблемных вопросов, которые озвучили на встрече Акима области с предпринимателями. Ерлай Товжанов поручил по каждому обращению провести тщательный анализ и предупредил бизнесменов о том, что на помощь государства могут рассчитывать только те, кто работает прозрачно и открыто. Сфера малого и среднего бизнеса является одним из главных инструментов влияния на социально-экономическое развитие страны. С нашей стороны для этого будет оказана всесторонняя поддержка. Работа по оказанию государственной поддержки представителям бизнеса должна быть открытой и прозрачной. По словам заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателя Атамикен Тимура Нахипекова, Нацпалата реализует проект по созданию экосистемы защиты предпринимательства. С каждым акиматом прорабатывается вопрос внедрения определенной экосистемы для облегчения работы малого и микробизнеса, с помощью которой любой предприниматель сможет напрямую решать свои проблемы с государством по принципу одного окна. В рамках своей компетенции Атамикен приложит все усилия для решения освещаемых вопросов. В рамках встречи прошла выставка местных товаропроизводителей. Акимобласти представили продукцию, которую выпускают на Актюбинской швейной фабрике, где сейчас создано порядка 80 постоянных рабочих мест. Для расширения производства компания ищет подходящий земельный участок в черте города, чтобы построить собственный цех. Сегодня мы представляем на данной выставке продукцию из трикотажа. Это спортивные костюмы для активного отдыха, для активной жизни. Но кроме этого, также мы открыли новую линию по производству специальной одежды, обеспечиваем нефтяные компании, строительные организации. Это как раз таки импорт, замещение. Нам необходима поддержка в части обеспечения заказами, поддержка местного производителя, то есть чтобы вложенные средства и так далее все оставались в нашем регионе. Ну и потребители в нашем регионе как раз таки, чтобы активно поддерживали нас, приобретали нашу продукцию. Актюбинский бизнес активно использует антикризисные программы государственной поддержки. За прошлый год в регионе поддержано порядка 5000 проектов. Предприятиями выпущена продукция на 478 миллиардов тенге. Всего по области создано 3000 новых рабочих мест. Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Казалардинской области расследовалось дело по факту растраты и хищения средств, инвестиционных субсидий в особо крупном размере в отношении должностных лиц Управления сельского хозяйства области, которые, используя свои служебные полномочия, вступив в сговор с субъектами предпринимательства 2019-2020 годы, проводили заполнение документов о проделанной работе по ряду крестьянских хозяйств, где по факту не проводились никакие работы и не установлено ни одного оборудования. Затем, заверив факты по получению субсидий электронной цифровой подписью, внесли их в информационную программу «Колдау Ки-Зет». Похитили и присвоили госсредства в размере почти 25 миллионов тенге. Причиненный ущерб полностью возмещен участниками уголовного дела. В свою очередь предприниматели участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в размере 10% от суммы договора. По решению суда, руководитель отдела областного управления сельского хозяйства и главный специалист признаны виновными и приговорены к ограничению свободы сроком на два года. Обоих лишили права занимать определенные должности в государственных организациях и заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов на три года. В результате аварии с участием нетрезвого водителя сгорел автомобиль «Ватерау». По сообщению управления полиции, в ночь на 11 октября 34-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Тойота Ипсум», двигаясь по проспекту Бейбарысо на пересечении с улицы Тайманова, не соблюдая правила дорожного движения, совершил столкновение с автомобилем марки «Мазда», за рулем которого находился 31-летний водитель. В результате аварии автомобиль нарушителя сгорел на месте происшествия. К счастью, обошлось без жертв. Водители доставлены в областную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов. Автомобили были выдворены на спецстоянку. В Актюбинской области директор сельской школы напал с ножом на беременную супругу и ребенка. Крововая драма разыгралась в ночь на 6 октября в поселке Жанаконас, что в 45 километрах от райцентра Шалхар. От ножевых ранений пострадали жена педагога и ее дочь от первого брака. К счастью, обе остались живы. По некоторым данным, мужчина в кругу коллег отмечал профессиональный праздник и домой вернулся в нетрезвом состоянии. Причину жестокой расправы сейчас выясняют полицейские. «Шалхарским районным отделом полиции расследуется уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Покушение на убийство». 37-летний подозреваемый задержан и во дворе в изоляторе временного содержания. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит». В должности директора школы задержанный пробыл всего полгода. В его послужном списке значится также работа курьером в аппарате Акима Шалхарского района. Трудился он ведущим специалистом и даже социальным работником в Центре занятости населения. До назначения руководителем Жанаконовской средней школы последние 10 лет работал в район О. Известно, что сразу после ЧП мужчину освободили от занимаемой должности. «Охарактеризовался как нормальный семейный, хороший работник. До апреля нынешнего года он работал методистом районного отдела образования. С апреля месяца был назначен директором школы. С 6 числа он освобожден от занимаемой должности». В Актюбинской области сельчанин ушёл за скотом и пропал. Тревогу забили встревоженные родственники. Спасателям Мартугского района сообщили, что пропавший 2004 года рождения. Выехал на мотоцикле из дома на поиски скота и не вернулся. На его поиски отправились три спасателя, 10 полицейских, 10 волонтёров, 5 работников Акимата и 35 местных жителей. Только на вторые сутки с помощью дрона пропавшего удалось обнаружить живым и невредимым в 10 километрах от райцентра. Он находился около железной дороги в лесополосе, был в сознании и лежал на земле. Жаловался на острую боль в животе, от которой не мог двигаться. Его доставили в центральную районную больницу. «При поступлении у пациента жалобы были на боли в области живота. В связи с этим осмотрен экстренный хирург, взяты анализы. С результатом обследования патологических изменений не было. Показаний к госпитализации не было. Даны рекомендации и обследоваться в амбулаторных условиях». Аким Актюбинской области Еролы Толжанов встретился на центральном стадионе с тренерским составом и игроками футбольного клуба Актюбе. Он поставил перед командой задачу стать чемпионом страны. «Верим, что за нашим пятикратным чемпионством последует шестая золотая медаль. И это будет настоящий праздник футбола для болельщиков. Они его заслужили», – подчеркнул глава региона. «Вы знаете, я за футбол всегда болел. За общеказахстанскую команду всегда болел, болею. В Беларуси классные наши ребята отработали. Молодцы. Футбольные традиции всегда были, есть и будут в Актюбе», – отметил Еролы Толжанов. По его словам, в этом году у актюбинской команды есть отличная возможность стать чемпионом страны. И со своей стороны Акимат готов оказать клубу всестороннюю поддержку. Перед футболистами стоит задача максимально выкладываться для достижения главной цели, чтобы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов УЕФА. Также Аким осмотрел центральный стадион и сообщил, что проведение капитального ремонта остаётся одним из приоритетных вопросов. В Уральске завершается строительство «Зелёного бульвара». Согласно проекту, бульвар протянется от улицы Шолохова до Цаоковского. Как рассказали в городском отделе ЖКХ, сейчас уже проводятся последние работы по благоустройству объекта. Первоначальная сумма проекта составляла 377 миллионов тенге. Работы начали в 2020 году. В отделе ЖКХ заявили, что затянулась реализация проекта из-за ряда недочётов. При проектировке объекта не учли то, что в этом месте провожены инженерные сети. Выяснилось очень много недочётов и ошибок в проекте. Многие работы не были учтены, которые должны были. Соответственно, мы отправили на корректировку и почти полгода лежал на корректировке. И в 2021 году, ближе к концу лета, мы уже получили новый проект, с корректировка которого сумма тогда уже составила 640 миллионов тенге. Тем не менее, большая часть работ уже выполнена. Оборудованы детские и стритворкаут-площадки. Установлены урны и скамейки. Рынок ЖКХ начали делать Солковского по Абулхайрханову по улице. И параллельно сделали уже ближе к осени на Сарамдатова два участка. В этом году также продолжили. Полив цветов в клумбах планируется с помощью капельного орошения. Сейчас на объекте завершают последние работы по строительству двух клумб и арки. Все работы планируют завершить до конца октября текущего года. Общая протяжённость бульвара составит около двух километров. Республиканский конкурс профессионального мастерства среди педагогов технического и среднего образования вышел на региональный этап. Конкурс направлен на поддержку талантов творческих педагогов и продолжится с 10 по 18 октября. По словам организаторов, такое мероприятие проводится впервые. Церемония открытия конкурса в Уральске прошла в Дорожно-транспортном колледже имени Иманова. В данном конкурсе принимает участие более 80 преподавателей и специальных предметов и учебно-производственных мастеров в колледже области. Эксперты будут оценивать профессионализм педагогов, которые работают в сфере образования более 10 лет. Состязания педагогов основаны на стандарте чемпионата WorldSkills. В рамках мероприятия участники померяются в теоретических и практических заданиях, которые поделены на 9 направлений и 15 компетенций. Учителя, которые ранее готовили своих учеников к чемпионату WorldSkills, теперь будут проверять свои навыки. Такой конкурс позволяет обмениваться опытом и определить свой профессиональный уровень, говорят участники. Мы участвуем в данном колледже, в данном соревновании первый раз по номинации «Ресторанный сервис» как в качестве преподавателя и мастера производственного обучения. До этого мы проходили уже конкурсы, проводили на базе колледжа сервиса в Астане, в Уральске, по области, завоевывали места. Но сейчас в качестве преподавателя уже сами будем участвовать. Участвую я в этом республиканском конкурсе мастеров первый раз. Поэтому я думаю, что конкурс будет очень интересный для меня. Думаю, что участвуют сильнейшие преподаватели всех колледжей. Поэтому желаю всем только победы. Победители конкурса будут награждены дипломами областного управления образования, а лучший специалист отправится защищать честь области на республиканском этапе конкурса. До наступления зимнего сезона остается совсем немного. Поэтому самое время позаботиться о наличии теплой одежды. В этом вам рады помочь в компании «Союз Меха». Среди представленных 5000 изделий вы обязательно найдете свою шубу. В ассортименте модели самые разные отделки, фасонов, оттенков, исключительно из натурального меха. Помимо женских, есть и мужские модели. Также вы можете приобрести головные уборы и меховые жилеты. Уважаемые жители города Уральска, мы ждем вас на нашей выставке «Союз Меха». У нас представлена огромная коллекция шубок из меха, норки, лисы, песца, каракульчи, австралийская, овчины. Ассортимент от 38 по 64 размеры. Цветовая гамма от самых светлых оттенков до черного бриллианта. Приходите, мы с удовольствием поможем вам выбрать шубку вашей мечты. И также напоминаем, что у нас действует рассрочка сроком до двух лет. Спешите сделать подарок себе и близким. Компания «Союз Меха» ждет вас по адресу. Город Уральск, улица Сарамудатова, 28, дробь 2. Торговый дом «Твой дом Квант». Остановка «Строитель» на цокольном этаже. С 10 до 19 часов без выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова